Друзья, всем большой привет, на связи с вами Артем Витальевич. Ну что, на гэпфизике у нас остается 3 дня, а если быть точнее, то глобально у нас 2 дня, с учетом того, что этот ролик выходит сегодня вечером до 1 июня. У нас остается 2 июня и 3 июня. Что мы сегодня делали? Это у нас отчетный ролик. Сегодня мы с вами разобрали сливы. И я напоминаю, что на сегодняшнем стриме те сливы, которые мы разобрали, это не просто какие-то сливы, это прям очень важные варианты, которые обязательно стоит посмотреть. Пиши в комментариях, смотрел ли ты сегодня сегодняшний стрим или нет. Мы набрали нужное количество лайков, поэтому запись стрима сохранилась, и файл с решением этого слива я тоже опубликовал. Если мы наберем еще необходимое количество лайков, то будет разбор прогноза. И если соберем, по-моему, 6 тысяч лайков под этим стримом, который сегодня был по сливам, то будет еще голая аватарка АТВ. Итак, значит, смотрите, какой у нас план дальше? То есть, что я вам рекомендую как раз делать в оставшиеся дни? Вы разобрали сливы, посмотрели сливы. Дальше я обязательно рекомендую, друзья, посмотрите ролик прогноз, который я выпускал. Посмотрите файлы, которые я составил для прогноза. Самое важное — это файлы и файлы с решением. Я вам завтра предлагаю на секретном стриме... Да, давайте я расскажу, что нас ожидает завтра на секретном стриме в 12.00. Я предлагаю на секретном стриме завтра сделать разбор прогноза как раз моего. Но в прогнозе у нас там 120 задач. Это наиболее вероятная задача, которую я ожидаю увидеть на ЕГЭ в этом году. Это не просто какой-то прогноз, попытка, типа, тыкнуть куда-то пальцем. Не-не-не. Это, типа, вот наиболее вероятный пул задач, который хочет ФИПИ дать в этом году на ЕГЭ во второй части. Если мы будем разбирать все эти задачи прям полностью, каждую задачу, то, типа, 120 задач хотя бы даже по 10 минут — это 1200 минут. Ну, короче, это просто, скажем так, очень дофига. Да, это реально будет очень дофига по времени. Но сколько у нас выходит? 1200 минут, если мы поделим на 60 минут, у нас, по-моему, тут 20 часов, да? Ну, то есть, допустим, даже если мы относительно быстро будем разбирать задачи, там, допустим, по 5 минут на задачу, у нас уйдет порядка, типа, 12 часов на такой стрим. 12 часов запускать стрим 2 июня — ради хайпа, на самом деле, можно было бы запустить такой стрим, типа, решаем кучу задач второй части, которые наиболее вероятны. Очень хорошая штука, я думаю, хайпанет, вообще здорово. Но это неправильно. В смысле, это неправильно в том плане, что я таким образом у многих ребят, которые ботали уже давно и многие задачи эти видели, я заберу ваше время. А смотреть запись потом, допустим, 3 июня у вас уже, ну, не будет как-то времени, да? Что можно сделать лучше? Я считаю, что это действительно очень хорошее решение. Можете как раз вот написать в комментарии, согласны вы с этим или нет. Ну, у меня действительно очень важно ваше решение, так как этот стрим я придумал, естественно, именно для вас специально. Я хочу за 3, максимум 4 часа сделать, по сути, обзор всего этого прогноза. То есть мы берем задачу, и на каждую задачу по полторы, ну, типа, 1-2 минуты в среднем. Так, чтобы мы вспомнили основные идеи. То есть я смотрю на задачу и вам рассказываю основные идеи, основные важные фишки каждой задачи. Типа, вот эту задачу нужно тут первое начало терминамики записать. Нужно вспомнить, что там, допустим, там, не знаю, в изохорном процессе у нас работа равна нулю, нужно посмотреть там на знаки дельта у и а, и определили, что за процессы, да? Или мы увидели, что у нас есть процесс, где п пропорционально ро, и нужно понять, что это изотермо. То есть какие-то важные фишки, задачи. По каждой задачи просто пройтись, ведь вы, большинство задач, на самом деле, эти уже видели. Вы их решали, потому что мы эти задачи же как раз прорешивали с вами на щелчке, да, на нашем бесплатном интенсиве. И, естественно, я не хочу ваше время отнимать. А таким образом мы пройдемся по всем этим задачам. Вы посмотрите, что у вас получается, и самое главное, вы увидите, вот такие, вот эту задачу не могу решить. И вы как раз во второй половине дня завтра посвятите время тому, что вы прорешаете те задачи, которые у вас не получаются из прогноза. Ведь большинству задач на сайте нашем, да, где выданы как раз домашки в виде прогноза, есть видеоразбор к этим задачам, да, плюс есть решение каждой задачи. И вы сможете как раз разобраться с каждой задачей, закрыть, соответственно, скажем так, этот прогноз, то есть понять, что вы умеете все решать. Плюс ко всему специально я хочу завтра после завтрашнего стрима запустить премьеру, где я и Симба работаем 5 часов. То есть это будет такой атмосферный видос, где вы как раз можете переписываться с другими ребятами в чате, плюс я буду заходить в чатик, там, у вас, может быть, какие-то вопросы будут по задачам и так далее. То есть будет как раз такая атмосфера ботвы. То есть мне кажется, что самое лучшее, что можно сделать 2 июня, это давайте мы сделаем обзор всего прогноза 3-4-часовой, не больше, чтобы не занимать больше вашего времени. А дальше вы как раз доразбираетесь с теми задачами прогноза, которыми вы не успели разобрать. Понятно, что если вы ботаете с нуля, то лучше всего посмотрите видос «Коперейти порог» за 3 дня. Я там подробно рассказал, как именно набрать вот самые, ну, типа, простые баллы за 3 дня, что нужно делать. Понятно, что если у вас не закрыты какие-то темы, да, глобальные, то нужно тогда посетить время завтра именно глобальным темам. Хотя на прогноз я тоже бы уделил внимание, потому что это наиболее вероятные задачи, которые могут встретиться на ЕГЭ в этом году. На это я обязательно бы смотрел. Ну что, друзья, вот, собственно, вот такой план. Напишите, пожалуйста, в комментарии к этому отчетному видосу, смотрели ли вы сегодня разбор сливов и планируете ли вы завтра смотреть обзор прогноза, да, то есть наш секретный стрим в 12.00. Но вообще, на самом деле, я вам настоятельно, настоятельно рекомендую завтра приходить на стрим. Он реально будет очень полезен. По крайней мере, я считаю, что это реально будет прям классный, полезный веб, то, что нужно 2 июня. На связи был Артём Гталич, до новых встреч, друзья, увидимся в новых вебах и в новых роликах. Всем пока!